слышите вот заливается у нас седьмой час утра точно весна уже пришла сегодня плюс 13 на днях плюс 17 обещает но это вообще нереальная какая-то температура всех с добрым утром субтитры Мда, дрождик тут не кончается у нас. А, птицы поют, азимметр. Семень отопался. Ещё бумажный мусор выпишу. Мусорные баки надо помыть. К весне ближе. Зимней. С мусора смыть, зимнюю грязь. Всё грязное. Всё грязное. Постоянно всё надо чистить. А то зарастается всё грязью. Очень быстро. Мужа проводила на работу. Слава Богу, у нас здоровье. Всё наладилось. А то все заволновались. Всех переполошил. Что-то такое было у него плохо. Плохо ему было. Ездили в скорую даже. мы. Мы. И... Ну, в общем, была боль, сердечная боль. И здесь это проверяется в первую очередь. И очень быстро приезжает скорая помощь. И везде вот он проходил на работе курсы. Везде у них лайфпаки называются на этажах есть. То есть, когда человеку плохо именно сердце, то он прилепляется на грудину и находит, и даёт импульс заряда. В общем, реанимация только делает, автомат такой. Вот. И эти лайфпаки годы три назад везде по городам, вот по супермаркетам поставили. В общем, если человеку плохо, то, наверное, какие-то обученные люди, вот как мой муж, он курсы проходил на работе, они умеют этим пользоваться. Вот. И когда он пожаловался на боли в грудине, ну, в общем, у него, ему плохо стало как-то вот самому, и была боль в сердце, как бы в сердце казалось. Она была ночью, ну, вроде прошло, и он утром поехал на работу, вечером приехал, и как-то неважно себя чувствовал. В общем, я забеспокоилась, и вызвали скорую. Скорая приехала через 10 минут. Приехали два мужчины, сделали кардиограмму, ну, спросили, что и как, взяли кровь на анализ, такой у него индикатор сразу на иголочке, вот, и сказали, что мы ничего не видим здесь, поехали в госпиталь, чтобы сделать дополнительные анализы. То есть, ну, серьезно вот к этому относятся. Когда человек при смерти, тут помогает быстро и активно. Вот. Приехали в госпиталь, и так как он, ну, жаловался на сердце, его приняли в первую очередь. Хотя здесь в госпиталях сидят очень долго. Если ты приедешь сам, ну, как бы у тебя что-то срочное, тебе надо, а к врачу попасть это надо время, в очередь записываться, сидеть, ждать несколько дней. Если что-то срочное, люди едут в госпиталь. И там сидят, там часа 4-5 могут отсидеть, и даже с детьми сидят. Вот тут у меня спрашивал, детям тоже в очередь. Да, если ты не хочешь ждать доктора через несколько дней, там через месяц, ну, в зависимости от медицинского центра. Вот. То ты можешь поехать в госпиталь и сидеть и ждать там, чтобы тебе оказали экстренную помощь, и проверить. Ну, там проверяют, конечно, там анализы, в общем, на что жалуется человек, чтобы определить, ему сделают анализы, и все. Вот. И сидят. Ну, так как Сережа был, жаловался на сердце, это первоочередно помогает. В общем, его сразу же приняли, сразу же ему сделали. Заняло у нас всего 2 часа это все. Как скорая приехала, и как мы туда поехали, на скорой, и, в общем, домой приехала. 2 часа всего. Ну, вот. И там ему сделали сразу, уже сказала, да, кардиограмму еще раз. Кровь взяли, рентген взяли, живот проверили. В общем, все, что могло давать эту боль в этой области сердца, то все проверили. Вот. Проверили быстро, активно, и, в общем, все. И там я немножко поснимала, сейчас ставлю кадры эти. Вот. И сказали, что ничего мы не нашли у вас, но если будет боль такая, что она разливается по всей груди, там, ну, какие-то симптомы, вызывайте скорую опять. Вот такая здесь помощь, в общем, в очередях к врачу на прием сидеть долго можно, ждать. Тем более, когда ты сходишь к общему вот этому врачу на прием, ты к специалисту, допустим, хочешь попасть? Ну, твое желание, да, если он тебя не назначает, этот врач, GP у нас называется, общий, ну, он как терапевт, что не назначает, ну, они, не особо-то они назначают, он нравится там, мол, попейте две недели, да потом еще чего-нибудь две недели, да еще, ну, в общем, такое все. Вот, а если ты скажешь, я так делала, у меня спина болела, я пришла и сказала, ну, когда-то там, давно уже, в скорую вообще мы первый раз обращались, вот, за двадцать почти лет, и я пришла и сказала на прием, мне нужно рентген, желудок проверить, я пришла и сказала, мне нужно сделать вот эту, кишку-то глотать, ну, неважно, как она называется, в общем, я просто сказала, мне надо вот это, они нет проблем, вот, кстати, они записывают тебя, правда, ты будешь ждать там два месяца, три месяца этот прием в госпитале же у специалиста, вот, ну, как бы терпится или нет, еще два-три раза позвонят и скажут, ой, вы знаете, у нас вот там доктор ушел в отпуск, мы вам хотим продлить, вот, вы согласны или нет, продлить, вот, если вы не согласны, то давайте мы вам там поближе сделаем, в общем, несколько раз могут перенести, но если emergency, если в скорую, и если сердце, то помогает очень-очень быстро, вот, вот сейчас у нас был просто такой пример, в общем, у нас так год начался с болячек каких-то, ну, в общем, все хорошо сейчас, все, я просто к тому, что рассказать то, что вот насколько медицина здесь как работает, не только она бывает там, долго ждать туда-сюда, бывает так, и, кстати, в госпитале я видела с детьми сидели, сидел полный зал, я потом, как обычно там бывает, полный зал народа сидят и ждут, там часами ждут, и с детьми я видела с колясками, прям, я так удивилась, думаю, надо же с детьми, в первую очередь тут нет нигде, если в очереди, очередь, допустим, стоит какая-то, да, как у нас было раньше, сейчас не знаю, как, то есть с коляской женщина подходит, тем более, когда ребенок плачет, там, туда-сюда, ее стараются вновь вперед пропустить, здесь вот на почте сидел один кассир, как-то зашла, а там всегда очередь, и очередь стоит, и стоит женщина молодая с ребенком, тот разрывается, плачет, ну, плачет, никто не предложил ей, ну, давай, иди вперед уже, там, вперед меня, да, допустим, но она сама бы, если бы она спросила, можно я вперед пройду, и там, с ребенком, туда, и нет проблем, ее бы пропустили, скорее всего, но если не попросила, никто не предлагает, вот, и так же вот там в госпитале сидели с детьми, и подруга мне рассказывала, что у нее была, когда маленькая дочка была, у нее очень болел живот, и она говорит, мы скорую поехали, мы там отсидели, она говорит, разрывается, плачет, никто не подойдет, ни это, а мы, говорит, что тогда только приехали, ну, в общем, я, говорит, ничего не знала толком, и все, и вот сидели, ждали пять часов с трехлетним ребенком, боль в животе, ребенок разрывался, плакал, ну, как, вот так вот, как есть, и мне многие пишут, вот вы там придумываете, и вы там хаете там, я говорю то, что я вижу своими глазами. Вижу плохо, я расскажу, что это плохо, я не могу это приукрашивать, ой, как это хорошо, сидели там в этом, в госпитале с детьми, и вот всех принимали, то, что есть, то я говорю. Если хорошо, я говорю хорошо, если плохо, я говорю плохо, если чисто, я говорю чисто, если грязно, я скажу грязно. У меня правдивый волк. Я врать не умею. Итак, смотрим, как мы вызывали скорую и как мы были в гости. Что там? Я просто слушаю немного. Доброе утро! Вот такие комнаты emergency, скорая. И кровати укатывают вместе с пациентом, на котором принимают, насколько укатили бабушек. И здесь его пересаживают на кровать с тележки, на которой привезли со скорой. И на этой кровать уже потом будут возить по всем отделениям по рентгенам, везде, чтобы человек не вставал даже. Пока его проверяют, стало что-то у него с сердцем неважно. И надо было сразу скорую вызвать, а мы не сразу вызвали. И скорая приехала буквально через 10 минут. Сейчас мы в госпитале нас привезли. И мы даже встать не стали. Хотя кардиограмму сделали еще дома. Ну, сказали, ничего страшного. Но надо сделать анализы дополнительные. И вот привезли сюда. На симках его вывезли, даже не дали встать. Ну, как бы это скорая, значит, пациент, как бы он там себя не чувствовал, если вызвали, значит, должен ехать на телеге. Должи его везти. Ну, вывезли. В общем, там комната такая. И сразу не ждали. В зале ожидания обычно долго ждут. Но если с сердцем проблема, то здесь обслуживаются в первую очередь. Они сейчас сделают анализы. Мы домой, скорее всего, поедем. Я надеюсь, конечно. Сейчас 7 утра. Пасмурно, правда. Но удивительно, вот птицы, они у нас тут так не поют громко. А сегодня просто удивительно. Всем хорошего дня. Хорошей весны. Побыстрее всем весны. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, дизлайки. Всем буду рада. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok